Я думаю, что абсолютно все из нас здесь присутствующие помнят, как мы в первый раз когда-то пошли в первый класс. Какие у нас были чувства, что начинается новая жизнь. Я думаю, что многие здесь присутствуют, помнят, как мы водили в первый класс своих детей. Может быть, кто-то в этом году первый раз повел своих детей? Поднимите руку, если кто-то есть. О, есть? Отлично. Поздравляем. Когда мы вспоминаем о том, как мы отправляем своих детей в первый класс, мы представляем себе, что им предстоит большое очень путешествие. Они не представляют, мы знаем. И мы очень желаем, чтобы это путешествие помогло им подготовиться к полноценной, взрослой, настоящей, зрелой жизни. Не правда ли? Ну, не правда ли? Правда ли, Саша? Точно? А еще лучше, если бы мы могли найти такую школу, чтобы эта школа помогла нашим детям, верующим детям, нас, верующих родителей, подготовиться не только к этой взрослой жизни, а еще и к вечной жизни. Вот бы такую школу найти. Скажите, у нас есть такие школы, христианские школы, у нас даже некоторые учителя здесь есть, которые преподают в таких школах. Но я думаю, что если бы мы спросили у этих учителей, то они бы нам сказали, что, к сожалению, даже самая лучшая христианская школа не может по-настоящему подготовиться детям к вечной жизни. А что может? И вот сегодня наш текст, который мы будем читать, как раз посвящен этой теме. Что может подготовиться нашим детям и вообще и нам самим к вечной жизни? Я прочитаю из Евангелия от Матфея, историю, которая написана в 19 главе. И будем читать мы с 16 стиха. Матфея 19, 16. И вот некто подошел, сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Он говорит ему, какие? И Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, и люби ближнего, как самого себя. Юноша, оказывается, это был юноша, говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, ну, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за Мною. Слышал все я, Юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышавшие это ученики, вы весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, возрев, сказал им, человекам это невозможно. Богу же все возможно. Такой текст. Вы знаете, я просматриваю, у меня есть список моих проповедей, которые я проповедую. Я их веду буквально, ну, вот с самого начала, почти с самого начала, как начал проповедовать. А это было очень давно. Я думаю, что это было, наверное, первый раз, когда мне было лет эдак 18-19, сейчас мне 62. Ой, давно это было. Но большую часть проповеди, которую я проповедовал, когда был помоложе, то есть, конечно, первая проповедь, это была такая, знаете, ну, вот, там, перед хором нужно было, перед молодежным сказать несколько слов, это было, это была катастрофа, я не хочется вспоминать об этом. Но и не об этом. И о том, что я стараюсь собирать, о чем я когда-то проповедовал. Вдруг мне так придется, что вот нечего проповедовать, я взял, достал старую проповедь и получится. Убедился, что так не работает. Вот старое, вот оно уже не работает, надо как-то ее освежить. И более того, все, что было когда-то давно в молодости, тоже вообще, вот я просто так оставил в архиве, да и все, сегодня рука не поднимается, чтобы их совсем уже уничтожить. Но за последние 30 лет я на эту тему, вот на тему этого человека, который пришел к Иисусу и спросил к Нему, что мне делать, чтобы спастись, я не проповедовал. По крайней мере, я не могу найти никаких следов. Три евангелиста в этом случае говорят, и ни один из них не смог побудить меня проповедовать. Я думаю, почему? Может быть, потому что это что-то мне говорит? Может быть, потому что я с чем-то не справился? Или, скорее всего, я никак не могу разобраться, что же здесь происходит? Очень много вопросов к этой истории, не правда ли? Это одно из трудных мест в Евангелии, в Библии. Например, такие вопросы. Как вообще эта история касается меня, если не такой богатый, как этот юнош? Стоп, вопрос. Откуда ты знаешь, насколько он богатый? Ну, здесь же написано, что у него было большое имение. Ну, ладно. Хорошо, дальше. Считается ли исполнение заповедей подходящим для включения в спасение? Иисус же сказал, что нужно делать. Исполняет заповеди, перечислил заповеди. Моисеевы, и что? Мы здесь сколько говорим о том, что заповеди, они наши дела не спасают. Ну, не так ли? Спасает только вера, только доверие Христу. А здесь что получается, непонятно. Потом, почему здесь идет речь о совершенстве? Если ты хочешь быть совершенным, а вообще, можно ли быть несовершенным христианином и все равно спастись? То есть, он сначала сказал, ты вот исполни все эти заповеди, и тогда, подразумевается, спасешься. А теперь, а, ты еще хочешь быть совершенным. Или потом этот человек огорчился, пошел огорченным. Получается, что он, наверное, верил Иисуса или Иисусу, и тем не менее, так и не смог стать совершенным. Совершенным? Что здесь происходит? Что вообще имел в виду Иисус под совершенством? Ну, и самый трудный вопрос. А нужно ли отказаться мне от моего богатства, от моего имения, чтобы стать совершенным? Или я так как-нибудь пропетляю без этого, без совершенства? От чего мне нужно отказаться? Очень много вопросов. И я не обещаю вам торжественно, что я отвечу сегодня на все эти вопросы вместе с вами. Постараюсь на магии. Может быть, Господь поможет нам, когда мы пройдем по этой истории. Но на самом деле, вообще-то, суть этой истории, если мы сразу посмотрим на нее целиком, мы увидим, что она там в конце. Потому что вначале вроде какой-то разгон идет, как будто бы вот подводка к чему-то, а потом Иисус стреляет. Следуй за мной. Здесь, кстати, несколько страниц отлистает назад то же самое, что и у трех других евангелистов, которые пишут почти что, ну так, гармонично, как говорят, синаптично, в унисон. Или помогая друг другу, повторяя истории, развивая их. Есть везде эта история, где Иисус говорит, кто не возьмет креста своего и не последует за Мною, тот не достоин Меня. То есть, получается, что все-таки здесь евангелист Матфей, Слово Божие Библии нам говорит о том, чтобы подготовиться к вечной жизни, чтобы войти в Царство Божие, чтобы спастись, нужно принять призыв Христа и следовать за Ним. Кстати говоря, здесь, если мы посмотрим внимательно, здесь как раз эти слова, Царство Божие или Царство Небесное и спасение, они взаимозаменяемы. Помните, потом, когда ученики поняли, что здесь не получается ничего с этим успешным юношей или молодым человеком. Кстати говоря, про юношу, давайте покончим с этим юношей. На самом деле, то слово, которое обозначает юноша, здесь подразумевается молодой человек, то, что у нас называется молодой человек. Примерно от 20 с лишним до 40 с лишним лет. Ну, по-моему, большинство из нас подходит под эту категорию юноша здесь, юноша и девица. Я думаю, это вот, ну, может быть, некоторой душой, сердцем, как я вместе с вами. Ну, в основном, в основном, это все вот мы, молодые люди, юноши. О нас речь идет. Ну, посмотрим дальше. Так вот, когда ученики заметили, что этот юноша, в кавычках, уходит опечаленный, они говорят, так кто же может спастись, если этот человек, который исполнил от юности заповеди, и чувствует, что ему все равно чего-то не хватает, хочет быть еще более совершенным, чем большинство людей. И он не может войти в Царство Божие, потому что Иисус говорит, да проще вот, знаете, верблюд, самое большое животное там через игольное ушко, самое маленькое отверстие, которое они знали, пройти туда вот через это игольное ушко. Это, конечно, парабола, это, или как это называется, гипербола, а не парабола. Правильно я говорю по математику, уже забыл немножко. Вот, это, короче говоря, то, что образное выражение. Но, тем не менее, это нам говорит о том, что это вообще невозможно. Богатому человеку войти вообще невозможно. И тогда ученики спрашивают, так кто же может спастись? Получается, чтобы научиться подготовиться к вечной жизни, к Царству Божьему, нужно что-то, что почти совсем никому невозможно. Иисус говорит, да нет, вообще никому невозможно. Только Богу можно. И мы сразу, а, поставим галочку, понятно. Проповедник нас ведет к тому, что мы ничего не можем, Богу все возможно, поэтому вперед, ребята, все нормально, Господь за нас пострадал, простил, вот знаки, и поэтому наша жизнь замечательная, счастливая и удивительная. И, тем не менее, этот текст говорит нам как раз наоборот. Не полностью наоборот, что мы спасаемся не спасением Христовым, а наоборот, чтобы мы не расслаблялись, чтобы мы понимали, что есть призыв к Иисусу. Сегодняшнее наше богослужение началось в пении об этом призыве. Позови, я услышу, пойду за тобой. Потом там какие-то слова такие еще были. Короче, были замечательные слова о том, как я очень люблю быть вместе с тобой, где ты находишься, Господь. А знаете, почему эти слова были еще такие замечательные? Картинки были классные. Вот там была Синайская гора, наверное, я так понял, или какая-то похожая. Там была еще какая-то замечательная такая еще гора, дорога. Но мне и там, и там захотелось быть. Знаете, чего не хватало? На этих картинках не хватало образа, какого-то яркого образа из фильма «Страсти Христова». Помните? Там, где Христос идет на крест, где тело Его полностью обезображено от бичей, от побоев. Господь говорит, следуй за мной. Кто не возьмет креста своего? Ладно. Для спасения нужно быть учеником Иисуса. Мы знаем, такое есть слово «ученичество». Кстати, оно очень подходит сегодняшнему воскресенью, потому что ведь у нас первое воскресенье после первого сентября, поэтому мы с вами чувствуем во многом учениками. И поэтому я думаю, что у вас уже, как и у меня, есть некоторое такое ощущение какого-то неудобства, дискомфорта. Есть уже что-то, что заставляет меня несколько напрячься. Куда же мы придем в конечном итоге? Так что же это такое? Что это за крест такой, куда мы идем? Ведь столько было замечательных проповедей, где все хорошо, все классно, все нормально. А здесь вдруг приглашение в какое-то странное ученичество. Что это означает? Мы с вами посмотрим, постараемся успеть за то время, которое нам отведено, и имею в виду два часа, и я стараюсь сегодня покороче сказать так, потому что мне, когда я уходил домой, мне в догонку моя дочка сказала, «Папа, слушай, я молилась о том, чтобы ты сказал сегодня за 35 минут». Сказал, за 35 не обещаю, но посмотрим, что получится. Призыв Иисуса означает радикальное ученичество, бескомпромиссное и основательное. Радикальное? Что такое радикальное? Помните, радикалы в математике сегодня уже вспоминали. Это основание, это основное, это что-то такое, что под корень. На самом деле это и есть радикал, это корень. Это коренное, это то, что нужно выкручивать и пойти по новой. Это бескомпромиссное ученичество. Есть ли у нас такое с вами? Знаете, я вспомнил, почему, наверное, я 30 лет уже не проповедовал на эту тему. Я думаю, что я проповедовал до того. Вы знаете, у нас когда-то, когда-то в те времена, когда церковь была гонима, когда мне пришлось расти, быть молодым человеком, ребенком еще до этого, у нас были гораздо больше проповеди как раз вот на такую тему, на тему следования за Христом, ученичества, крест, который означает, и сегодня что-то изменилось. Если бы у нас были тогда эти картинки, они были бы наверняка другими. Песни у нас были другими. В песнях звучали слова о страдании, слова о кресте. Сегодня их у нас мало очень. Что-то происходит, и это я не хочу пристыдить нас, сказать что-то неправильное. Я просто хочу сказать, что мы живем сейчас в такое время, когда нам, пожалуй, нужно больше обратить внимание на смысл от этого радикального, коренного ученичества. Если бы в те времена нам нужно было бы видеть больше о том, насколько силен Господь провести нас, и насколько счастливее, чтобы идти за Христом, независимо от обстоятельств. Сегодня, кажется, нам нужно обращать внимание больше на радикальное ученичество. Я хочу признаться, я задумался об этой теме тогда, когда брат Андрей, пастор наш, пригласил меня принять участие в беседе с крещаемыми. И я тогда задумался, чем отличается крещение, погружение в смерть сегодня, как мы его понимаем, от того, как мы понимали когда-то давно. Но я не хочу заниматься только историей, я хочу с вами разбирать текст. Итак, мы смотрим, что это за радикальное ученичество. Мы коротко посмотрим, во-первых, что это такое, и, во-вторых, как это происходит, и, в-третьих, что это означает для нас. Итак, что это такое? Давайте вернемся к нашему юноше. Юноша никак не ожидал, юноша в кавычках, юноша это каждый из нас, вы помните, никак не ожидал такого радикального поворота в беседе с Иисусом. Он был образованный человек. У него был бизнес. Он знал, как руководить людьми. Если ты имеешь имение, то ты знаешь, как работать профессионалом. Вы знаете, мне кажется, этот человек был очень похож, он был бы своим среди нас, не только по возрасту. У нас церковь такая, у нас образованные люди, у нас люди, которые умеют работать. Большинство из нас имеют профессиональную работу, ради которой мы долго учились, долго ползли, пока мы доберемся до тех мест, где мы можем эффективно работать. Вот этот человек с образованием, с опытом в жизни, который понимает, что здесь есть рядом еще один специалист, специалист в своем деле, и он всегда не пропускает таких людей, у кого он может научиться, он хочет к нему пойти, потому что он знает, этот человек может дать ему совет относительно самого важного, относительно того, как иметь жизнь вечную. И он приходит к доброму учителю, он так его и называет. Благий учитель – это добрый учитель. Благие – это старое русское слово, буквально, это добрый. Ты добрый учитель. Ты хороший учитель. Ты знаешь толк в том, что добро и что зло. И поэтому я прошу тебя о добре. Кстати, у Матфея здесь, если в подлиннике так и написано, он пришел спросить у него, что бы ему доброго сделать. А Иисус ему и говорит в подлиннике, а что ты меня вообще о добром спрашиваешь? Это здесь Матфея. У Марка там как раз по-другому написано здесь, там написано больше, как добрый учитель. Но одно дополняет другое. Итак, этот добрый учитель, он должен уметь объяснить, как жить так, чтобы была не только успешна эта земная жизнь. Это мы уже с этим справились, большинство из нас. Но как так жить, чтобы не только эта временная, но и вся вечная жизнь была успешна? У этого парня нету проблем с земной жизнью. Но ему надо понять, как теперь устроить небесное. Цепляет, не правда ли? Не правда ли это похоже на то, что многие из нас переживают и думают? Кстати, он нормальный парень и был бы своим точно везде, в нашей церкви, в нашем обществе. Он знает Библию. Он исполняет заповеди. Он хочет научиться у Иисуса, как жить. Не для этого ли мы сегодня пришли все сюда? И он искренне интересуется, как мне перейти на следующий уровень? Я ведь уже прошел все предыдущие уровни и хочу расти дальше. Мне можно учиться у тебя, Иисус? Он не говорит это слово, но подразумевает. Заочно. Ты же знаешь, какой я знаменитый человек. Ты же знаешь, какой у меня бизнес. Я способный, Иисус. Ты мне только подскажи. И тут такой облом. Он говорит Иисусу ему, пойди и все продай. Приходи и пойдешь за мной. Парень в шоке. Ученики Петр, Матфея и Иоанн в шоке. Они, эти ученики, они все услышали эти слова, следуй за мной. Однажды Иисус пришел и сказал Симону и Андрею, рыбакам. Следуй за мной. Они оставили сети и пошли. Одно дело сети, а другое дело имение. Кстати говоря, в подлиннике там небольшое имение, а там много частной собственности. Примерно так можно перейти на сегодня. То есть много там, типа как бы, несколько квартир, может быть там где-то что-то, какой-то небольшой бизнес. Вот такой вот. Если разобраться, вот примерно вот это вот. Это не олигарх, не Коломойский. Это средний класс того времени. Может быть немножко чуть-чуть там повыше среднего класса. Но он был из начальствующих. Лука 18, 18 говорит, что этот человек был из начальствующих. И поэтому одно дело оставить сети, а другое дело, если ты начальствующий, если у тебя в подчинении люди. Если ты даешь заработать на хлеб другим. И здесь оставь бизнес, иди за мной. По меркам даже 21 века это радикализм. Причем знаете, какой многие бы грамотные, подкованные политики сказали? Левый радикализм. А как же право на частную собственность? Вообще, что это за коммунистические идеи? Пойди, раздай. По крайней мере, это фанатизм какой-то. Что тут Иисус предлагает устроить? Монашескую общину? Вообще надо прояснить этот вопрос. И если мы с вами на этом моменте возьмем и постараемся войти в эту историю. И подойти поближе. Попытаться раздвинуть и прислушаться, о чем Иисус говорит с учениками. Как Иисус объясняет им этот случай. То мы услышим, Он повторяет эти слова. Царство Небесное, Царство Божие. Ученики что-то переспрашивают. И получается, что при этом они говорят о спасении. Но вы знаете, чтобы нам понять, что здесь происходит, если мы только что подошли, нам важно было бы немножко отмотать назад. Если бы видео было там, кто-то бы на айфон снимал это все дело, и мы бы открутили назад, мы бы увидели там такую картину. Иисус до этого случая обнимает, слагает руки на детей. До этого еще Он говорит, не пускайте детей приходить ко Мне. Не препятствуйте детям приходить ко Мне. Пустите их приходить ко Мне. Потому что их есть Царствие Божие. Вот эти вот дети, которые не имеют ничего, у них нет никакого имения. Они никто в этом обществе. Они... Их есть Царствие Божие. Вот у них нужно научиться. Здесь получается, что некие контрасты есть. Вот дети, которые никто. И они уже принадлежат Царству Небесному. Они уже как бы имеют это спасение. Что-то у них такое есть, чего нет у этого зрелого бизнесмена, у этого юноша, у этого такого завидного человека. Если бы мы так сказали, посмотрев на него со стороны. Чему мы можем научиться у детей с вами? Прежде всего, наших вот этих детей. Да, конечно, мы, родители, мы знаем их хорошо, но мы знаем и то, что мы, родители, могли бы у них чему-то научиться. Мы бы могли научиться у них доверять. Мы так не умеем доверять, как они. Они понимают свою ограниченность. Гораздо лучше, чем мы это понимаем. И они еще способны учиться. Они не такие скептики, как мы. Теперь попереносим взор на нашего парня, который уходит. Дети только что радостно сгруппировались, побежали там где-то заниматься своими делами, играми или воскресной школой. А тут здесь мы прочитали, что вот как раз этот случай происходит. Иисус уже идет, уже пошел оттуда. Здесь этот глагол, пошел. В 15 стихе Иисус. И вот некто подошел. У Марка даже написано, подбежал. Там даже более драматично он бросился на колени, перед ним пал. И вот теперь выслушал все это, постепенно приподнялся с колен и огорченный уходит. Это должен быть шок и для нас, не только для учеников. Потому что до сих пор мы были спокойны. Мы, по крайней мере, знаем, что крайности нужно избегать. Мы знаем, что среди христиан есть поверхностные христиане. Христиане, по-разному их можно назвать, лицемеры, или, может быть, циники, или, может быть, либералы. Те, которые говорят, что не христиане, но живут так, как все. Их много. Их большинство. И есть еще такие другие, с другой стороны спектра, это фанатики. У них всегда несколько такое снисходительно презрительное, может быть, даже. Или только нам так, может быть, кажется со стороны выражения на лице, когда они смотрят на всех остальных, на нас с вами. Мы-то с вами здесь, в нашей церкви Джоуна Ди, мы знаем, что во всем должна быть золотая середина, не правда ведь? Нам не нужно быть ни фанатиками-баптистами, там, скажем, например, ни какими-то либералами, там, какими-то еще, не знаю, там, будем называть их. Мы знаем, где наша золотая середина, но вот здесь Иисус говорит о радикальном христианстве, и мы должны быть в шоке. В чем же дело? Дело в том, что Иисус предлагает ученичество. Он зовет нас за собой для того, чтобы наше ученичество было радикально посвященным Ему, отношением с Ним. Я знаю, что у нас время небесконечное, и поэтому я хочу самую суть. Иисус ведет разговор с этим юношей. Он ведет разговор сейчас с тобой и со мной. И Он подводит нас к тому, чтобы шаг за шагом показать. Самое главное – это иметь отношение со мной. Но ты не можешь иметь отношение со мной, пока ты с чем-то своим, то, что тебе особенно дорого, не расстался. У этого юноша это было его имение. У других людей это были сети. У других учеников это был Иаков и Иоанн. Там был у них отец. И они его оставили. Там просто заметка такая, когда Он сказал им, следуйте за мной. И они оставили лодку и отца своего, сидящего в лодке, и пошли за ним. Для них это было не просто оставить отца. У каждого есть что-то свое, особенно дорогое. В то время отец это было, ну, это было идентичность человека. Не столько, как для нас сегодня профессия, а столько, как тогда, если особенно у тебя уважаемый отец, если он представляет собой что-то в обществе, то тебе лучше быть рядом с ним. За мной. Они оставляют и идут. Мы могли продолжать, мы могли вспомнить Левия, Матфея, сборщик податей, профессионал. Готовился к своей профессии. Сидит, выписывает чеки, у него там тетрадки его бухгалтерские. Он, наверное, хороший бухгалтер. Он хороший налоговик. Я надеюсь, что он честно трудится, я не знаю. Может, да, может, нет. Ничего не сказано. Я не нашел. Но Иисус ему говорит, оставь. Он оставляет свои бухгалтерские книги. Он оставляет свое перо или то, чем он там рисовал на пергаменте тогда. И следует за Иисусом. Ему было непросто. Каждому из нас непросто. Но цель, цель быть со Христом, отношение с Ним, оставление имения, это только средство, чтобы пойти за Ним. Иисус знает, что если Он этому человеку скажет, иди так за Мною, то Он не сможет радикально следовать за Ним. Что-то Его будет держать. Другие люди могут. Я уверен, что многие из вас могут, могут оставаться хорошими профессионалами, учителями, юристами, журналистами. И при этом следовать за Иисусом, взявши свой крест. Или нет? Сегодня проверь себя. А я себя. Иисус ждет, чтобы твои отношения с Ним стали совершенными. Если хочешь быть совершен, вот что нужно. Чтобы твои отношения со мной были зрелыми, полноценными, посвященными одной цели. Совершенно ли наши отношения с Ним? Мы бы могли сегодня вспоминать еще про тех учеников, о которых говорит, например, Лука в 9 главе, в конце главы. Когда кто-то подошел к нему и говорит, я хочу следовать за тобой. Он говорит, подожди, ты не торопись. За мной только идут те, кого я приглашаю. Я знаю, когда тебя пригласить. Ты не знаешь, что значит следовать за мной. Ты не знаешь, что значит нести крест. Сын человеческий не имеет того, что имеет лисицы, нор, чтобы преклонить голову. Того, что имеет птицы, гнезда, чтобы отдохнуть после полета дневного. А потом другие два, которых Он зовет. Мы могли бы о них больше говорить, но факты остаются фактами. Иисус говорит, ученичество должно быть радикальным. Ты не строй своих планов. Ты не делай для меня условий. Когда ты слышишь мой зов, как мы сегодня пели, позови, я услышу. Когда ты слышишь мой зов, следуй за мной. В 37-м году вышла книга в Германии. Ее написал один из величайших богословов 20-го века. Я думаю, 21-го тоже, скорее всего. Тогда ему было 31 год только. Книга эта называлась, называется сейчас. На английском языке. Cost of discipleship. Цена ученичества. На русском языке я эту книгу не читал. Я видел, что она переведена как следование за Христом. Может быть, вам когда-то она попадалась. Она была издана еще... Уже почти 30 лет тому назад. Поэтому сейчас ее трудно, наверное, идти на русском языке. На украинском я не видел ее. Прямо в самом начале Дитрих Банхофер, так звали этого человека, ставит вопрос ребром. Он говорит, среди нас, среди христиан, помните, Германия, 37-й год, прошлое века. Вы знаете, что это такое. Фашизм в самом разгаре. Пару лет остается до Второй мировой войны. Церковь, которая вместо того, чтобы говорить об истине, хлопает Гитлеру. Большинство церкви. Дитрих Банхофер пишет свою книгу. Он пишет. Самый большой бич для нас сегодня – это дешевая благодать. Благодать, которая потеряла свою цену. И он напоминает нам этой книгой. Христианство – это не дешевая благодать. Должно быть радикальное оставление всего. Чтобы не осталось вопросов, я очень бегло скажу несколько слов о фанатизме, потому что все равно может остаться в голове эта связь. Так где же мы? Посредине на золотой середке или в каком-то крае движемся? Я просто коротко сейчас скажу о том, что на самом деле фанатики не идут достаточно далеко, потому что фанатики, когда они имеют у себя эту маску того, когда они презирают всех остальных тех, которые не такие, как они, они не знают, что такое истинное ученичество, они не знают, что такое характер Иисуса Христа, они не знают, что такое прощение через жертву Христа и принятие Его спасения. И если я, грешник, принят Христом, если Он умер за меня, если Он призвал меня такого, какой я есть, то как я могу смотреть сверху вниз на других? Фанатики просто еще не дошли до того уровня, куда предлагает нам эти истинное ученичество. Наше время истекает, и нам нужно еще немного поговорить о том, как это происходит, о том, как это начинается. Мы могли бы говорить много, и я думаю, что на это нужно будет обратить особенное внимание. Дидрих Банхофер в своей главе это развивает следующим образом. Он говорит, что для того, чтобы пойти за Иисусом, нужна вера, не правда ли? Помните, как мы слушали проповедь про героя веры? Помните эти слова про Авраама? Авраам верою последовал за Иисусом. Но эта вера там связана словами «тесно неотделима» с послушанием. Это послушная вера. Это послушание с верой. И Дидрих Банхофер как раз развивает свою мысль дальше, когда он говорит о том, что вера без послушания невозможна, и послушание невозможно без веры. Где вы скажете начало? В каком порядке это следует? А это следует только так, когда ты слышишь призыв Иисуса, и ты понимаешь, что Он тебя зовет. И в этот момент ты имеешь возможность откликнуться или не откликнуться. И если ты откликаешься на Его призыв, то этим самым ты проявляешь свою веру. Вера тогда твоя связана с послушанием. И если ты не откликаешься, то ты неверующий. Нам нужно послушание. И если мы слышим голос, если мы откликаемся, то значит, что мы верою повинуемся, слушаемся призванию идти в страну, которую имеем получить в наследие вечную жизнь. И что мы дальше делаем? Мы идем, как Авраам, не зная, куда мы идем. Это как Матфей, который оставил все, встал и последовал за ними, и он не знал, куда он идет. Это как Петр, который слышит призыв Иисуса опять и опять. Вначале, когда он его зовет за собой, и он оставляет, и он не знает, куда он идет. И потом проходит многое время, и Иисус однажды его еще раз зовет. Это уже совсем другая ситуация. Петр в лодке, вокруг буря, Иисус идет по воде. Петр, как и другие ученики, думает, что они погибают. Петр видит Иисуса, что он идет, и он понимает, что это единственное для него спасение – быть с Иисусом. И если это безрассудно, если это абсолютно нерационально, в этой ситуации, когда такая большая буря, я скорее буду рядом с Иисусом, там, где нет никакой поддержки, чем здесь, в лодке, которая может в любой момент развалиться. И Иисус – позови меня, и я пойду. Следуй, иди за мной. И он выходит из лодки. Это было второй раз, когда он следует, когда он идет за Иисусом. И потом третий раз, и опять-таки, опять-таки, то же самое море. Все эти три раза на море это происходит, на озере Галилейском, уже после воскресения, когда отрекшийся три раза Петр три раза откликается на вопрос «Любишь ли ты меня?» И он понимает, что он сам не в состоянии ни любить, ни следовать. Иисус ему говорит, что тебе до того, что там с другими происходит? Ты следуй за мной. Призыв повторяется. Он становится все более радикальным. Теперь уже Петр понимает. Третий раз, когда он слышит из контекста, это особенно очевидно, что Иисус его зовет на смерть, на крест. Однажды это произойдет с Петром. Петр знает. Теперь он готов. Как у Петра призывание может повторяться не один раз? Господь продолжает работать над нами. Как у четырех Рыбакова, это означает готовность радикально изменить жизнь. Это означает необычный риск. Отказ от наработанных за годы навыков контролировать свою жизнь. Отказ от профессии, возможно. От прежнего круга общения. Первого сентября я смотрю на первоклассников. Я смотрю и думаю с тревогой и радостью. Одновременно с сожалениями и завистью. Они не знают тех трудностей, которые перед ними предстоят. Которые им предстоит преодолеть. Они даже не догадываются, с другой стороны, как много удивительных открытий им предстоит сделать. Может ли первоклассник описать счастье семейной жизни? Я помню, как еще до того, как я пошел в первый класс, я очень любил сказки Андерсона. Многие из них заканчивались после того, как там были принцы и его царевны. И там было много разных переживаний, историй. Или там какая-то еще. Вы можете сами припомнить разные сказки. Вот, наконец, сказка заканчивается. И примерно так вот начинается теперь. И жили они долго и счастливо. И вот первоклассник, если бы он мог написать. Сегодня первоклассники, наверное, уже умеют немножко печатать. И вы даете им задание. Опишите, пожалуйста, счастье семейной жизни. Как вы думаете, много ли они смогут описать? Когда я смотрю на молодых, которые стоят в самом начале своего пути, перед сочетанием, жениха и невесту, мы знаем в нашей церкви, мы сейчас тоже имеем жениха и невесту, которые готовятся к этому пути. Я тоже смотрю на них одновременно и с переживанием, и с радостью. У них столько много впереди. Они, наверное, знают уже больше, чем первоклассник. Но на самом деле, на самом деле, ни один из нас, сколько бы нам не было лет следований за Христом, не имеет даже этого понимания первоклассника о том, что значит для нас посвящение следовать за Христом. Потому что Господь открывает все больше и больше, дальше и дальше. Однако одно мы можем знать – Он будет рядом. Даже тогда, когда нам будет казаться, что это не так, Он будет рядом. И, наконец, третье, что это все означает для нас? Для нас это все означает, прежде всего, очень неприятное слово – крест. Не тот крест, который, может быть, кто-то из нас носит здесь, на цепочке, или который у нас у кого-то, может быть, висит или стоит на полочке. Это тот крест, о котором говорит Иисус этому юноше. Для этого нужно открыть 10-ю главу Евангелия от Марка. Там в 21-м стихе об этом говорит, Марк добавляет слова, которых нет ни у Луки, ни у Матфея, когда они описывают эту историю. Он пишет «И приходи, последуй за мной, взяв крест». Мы знаем, что крест – это символ страданий. Буквально взять крест в то время означало взять перекладину, которая будет потом прибита к телу умирающего осужденного. Марк вдвое более краток, чем Матфей, и многое пропускает. Он пропускает историю о работниках-винограднике, которая следует за вот этой историей, которую мы с вами прочитали в Матфея, которая дополнительно поясняет заключительные слова беседы Иисуса со своими учениками. Мы их тоже не прочитали в этой главе. О том, что многие же будут первыми, последними и последние первыми. Об этом тоже в следующий раз или в другой раз когда-нибудь. Марк сразу переходит к эпизоду, где Иисус говорит о своей предстоящей крестной смерти. В 10 главе Иоанн говорит о том, что ему предстоит пострадать. Незадолго до этого был подобный разговор. Он уже однажды говорил им, для этого нужно открутить немножко назад, 8 глава от Марка. Там говорится, что ему предстоит подстрадать, быть отверженным и убитым. А ученики, если не хотят следовать за ним, должны, отвергшись себя, взять крест и следовать за ним. Это не просто страдать, говорит Дитрих Банхофер. Это быть отверженным. Просто страдать. Это, может быть, услышать героям слава. Быть отверженным. Это когда никто не считает тебя героем. Когда тебя все отвергли. Ты страдаешь. Для состоятельного молодого человека отвергнуться себя, означало посвятить себя Иисусу, Его планам, Его воле. И перестать строить свои планы. Видеть впереди Иисуса, а не представлять себе, как невозможно будет жизнь без всего того, к чему он привык. И это было похоже на решимость взять крест. Быть готовым умереть для прежней жизни. Для каждого из нас Господь предлагает свой крест страданий. Потому что это была печаль. Это было не просто он опечалился, так немножко огорчился. То слово, которое там стоит, которое употребляются три евангелиста, когда они говорят о том, как этот парень уходит, огорченный, это чрезвычайная печаль. Это горе. Это тогда, когда ты понимаешь, что ты упускаешь свою возможность, но ты не можешь справиться. И ты в страданиях. У тебя скребет все на душе, и ты уходишь. Для каждого из нас Господь предлагает крест страданий. Не в конце нашей благополучной жизни, нашей счастливой христианской жизни, но сразу, как только мы слышим его. Если вы однажды услышали этот голос, то вы знаете, что у вас есть свой крест. Крест был у Авраама, он был у Ноя, он был у Авеля. Мы слышали об этом проповеди. Крест был у Петра, он был у Павла, он был у Иоанна. Мы знаем об этом из Нового Завета. Крест был у многих тех, которые прошли перед нами. Крест есть у каждого из нас, последовавшего за Ним. Если мы последовали за Ним по-настоящему, мы знаем свой крест. И это не просто какое-то страдание. Это страдание, которое мы хорошо понимаем, оно связано с тем, что мы последовали за Иисусом. Оно может быть у каждого свое. Вы знаете, я знаю свое. Мы не должны искать наше страдание, мы не должны искать наш крест. Зачем крест? Почему крест? Потому что, говорит Иисус, Иго моё благо, и бремя моё лёгко. Крест мой, они даруют твоей душе мир и радость. Потому что, если ты возьмешь этот крест, ты узнаешь, как я подставлю свое плечо. Ты узнаешь мое общение. Ты узнаешь меня не только издалек. Ты узнаешь меня так близко. Потому что я буду нести с тобой твой крест. Каждый день я буду это делать. Ты это будешь знать. Это будет удивительная, счастливая христианская жизнь. Но это будет жизнь настоящего ученичества. Жизнь за крестом. Я в вывод. Катя, у меня не получилось 35 минут, если ты слушаешь меня сейчас. Извини. Но я надеюсь, что в следующий раз может получиться. Вывод. Подготовиться к вечной жизни мы можем, только ответив на призыв Христа к послушанию и доверии и приняв условия Его радикального ученичества. Я вам расскажу про одну девушку, которую я очень хорошо знаю. Я, пожалуй, знаю больше, чем... лучше, чем кого-нибудь другого. Однажды ей пришло взять крест. Однажды она услышала голос Иисуса. И она знала, что... что ей придется взять крест. У нее была хорошая работа. Она была, как бы сейчас сказали, комсоргом, секретарем партийной... комсоргской организации у себя там на работе. У нее была хорошая профессия. У нее были родители, которые откажутся от нее теперь, скорее всего, потому что ее отец коммунист, и он не перенесет этого. Ей было трудно с этим согласиться. Я не знаю, может быть, нет. Может быть, ей было не так трудно, потому что она услышала того, голос того, который позвал ее за собой. И она послушалась. Она поверила. Впоследствии ей пришлось многое перенести на работе, в семье. Ей пришлось пережить то, что ее оставили некоторые ее близкие друзья. Ей пришлось расстаться со многим в своей жизни. Мы продолжаем с ней следовать по этому пути, по жизни. Мы несем свой крест. И она вдохновляет меня своим примером. Перед моим мышечным взором много тех. Дитрих Банхофер. В 1937 году он не знал, что через 8 лет, за 2 недели до окончания Второй мировой войны, его повесят гитлеровцы, потому что он шел до конца. Он взял свой крест. Для других это не так страшно, не так опасно. Нет. Крест для каждого из нас тяжел. Но Господь дает силы каждому. Каждому из нас дает сила Господь, Он рядом с нами. Нам предстоит еще сделать немало удивительных открытий, когда мы будем исследовать этот путь ученичества. А сегодня, если ты слышишь голос Иисуса, следуй за мной. Может быть, ты его слышишь уже не первый раз, но ты слышишь его сегодня особенно. Не пропусти. Это твой шанс. Следуй за ним. Давайте помолимся. Предлагаю встать. Господь наш, мы благодарим Тебя за милость Твою, за любовь Твою. Благодарим Тебя за то, что Ты так блох и милосердно, за то, что, Господи, Ты рядом с нами. Благодарим Тебя, что не только дети наши, но и мы можем совершать путь ученичества, делать много удивительных, радостных открытий. Помоги нам, Господи, не пропустить Твой зов, Твой голос. Помоги нам быть готовым ответить на Твой призыв и последовать за Тобою и иметь жизнь вечную. Тебе слава за все. Аминь.